Осторожно, лёд. Сильные морозы не гарантия толстого льда. В некоторых местах он остаётся тонким и небезопасным. Об этом напоминают спасатели. Ежедневно они выходят в рейд, чтобы предупредить о мерах безопасности рыбаков и кустанайцев, что решили прогуляться по зимнему таболу. На водоёмах лёд уже замёрз. И для многих это отличная возможность заняться рыбалкой или даже покататься на коньках. Однако толщина льда не везде одинаковая. Поэтому к выбору места необходимо отнестись со всей ответственностью, напоминают специалисты. На реке Табол, в данном случае в черте города, лёд уже везде встал. Просто не везде толщина ещё позволяет ходить или рыбачить. Но это места те, где плотины, дамбы, сбросы, узкие места в реке. Потому что там более сильное течение и там лёд, соответственно, тоньше. Становление льда было, не сказать, хорошее, потому что как раз тот день снег и шёл. Лёд встал со снегом вместе. Получается, это уже более-менее хрупкий снег, лёд. Не очень надёжный. В зоне риска не только заядлые рыбаки, но и дети. Чтобы не попасть в ловушку, необходимо брать во внимание толщину льда. Сейчас, по замерам спасателей, средняя толщина на реке Табол в пределах 20 сантиметров. Несмотря на это, они продолжают проводить гражданам краткий инструктаж. После чего вручают памятки с информацией о том, как помочь человеку, попавшему в беду, и оказать ему первую помощь. А также листовки с указанием номеров телефонов, вызова экстренных служб. В этом году совместно с Управлением образования в школах и колледжах города мы провели интерактивные открытые уроки. На сегодняшний день мы провели 23 урока с охватом более 8 тысяч детей. Также с начала осенне-зимнего периода вместе со спасателями и сотрудниками полиции организовали 176 рейдов и патрулирований на водоёмах области. Проинструктировали более 400 человек. Вручили 460 экземпляров памяток и листовок. Организация подобных профилактических рейдов запланирована на весь осенне-зимний период 2022-2023 годов. Особое внимание уделяется и подготовке водолазов. Для новичков учения проводятся каждый день. Для опытных сотрудников это дополнительная тренировка. Однако граждане не должны надеяться только на спасателей. По словам сотрудников ДЧС, они и сами должны быть на щеку, соблюдая элементарные правила безопасности. Красная лента – это у нас ограждение майны. Это где происходит ежедневная подготовка водолазов. Тренировка. Для молодых идёт учение, кто первый раз под лёд ходит, обучаться именно на хождении подо льдом в холодной воде. Ну а кто уже ходил до этого, то это тренировка уже. Также подтверждение своей классности. По рыбалке, чтобы были осторожны именно в тех местах, где плотины дамбы, где течение сильное, чтобы поосторожнее наступали, как-то это более осмотрительнее. Потому что лёд более тонкий и хрупкий, возможно, будет. Кроме того, специалисты рекомендуют населению не выходить на замёрзший водоём без спасательных жилетов и других средств безопасности. Особенно при плохой видимости или в тёмное время суток.